Ребятушки, всем доброе утро. Сегодня у Серёжи выходной. Я тут сейчас смонтировала немножечко видео, минутку, и пора кормить ребёнком. Серёжа, вон тут играют. Я позавтракала, Серёжа ещё не завтракала, мы заказали пиццу. Ты же заказал, да? Вот, заказали пиццу, и мы сегодня будем кушать пиццу, потому что готовить ничего не охота. Как себя ребёнок чувствует? Всё, мы кушать будем? Кушать будем, жду. У меня тут опять стирка, постиралась, я сейчас нагружаю пельё. Съёмку уложили, пока лежит. Я не знаю, хорошо, что у нас сейчас есть стирательные машинки, как раньше стирали, постоянно всё на руках, это же вообще кошмар. Я просто не представляю, блядь. Сейчас я, получается, это постирала, у меня ещё зимнего надо перестирать, много чего. Моя курточка, по идее, блин. Но я не знаю, что с ней делать. Потому что родители постирать, у них стиралка побольше вмещает в себя. И насчёт геля для стирки, короче, мне вообще что-то не нравится этот гель, как бы, вроде он и отстирывает, но вроде как-то порошок попривычнее и, не знаю. Ну, в общем, что ни от геля, что ни от порошка, вот этого Биомио, не было запаха, который я не люблю на белье. Но что-то как-то порошок мне всё-таки ближе. Мне кажется, он даже расходуется меньше, чем гель. Нам привезли пиццу, мы с Чёмкой лежим и каем. Да. Ой, давай, поднимай голову. Поднимай, поднимай. Вот так вот наши дни проходят, время уже час. Чёмка уже два раза поспал, а я два раза загрузила стиральную машинку. А второй раз ещё не успели вытащить бельё, да? Вот так вот. Скажи привет. Да ладно. Да ладно. Мы вышли на улицу, и у нас сегодня 20 градусов. И, блин, мне пришлось сидеть эту курточку. Я у Серёжи спросила, холодно на улице или нет, замёрзну я в ветровке или нет. Он сказал, что в ветровке я замёрзну. В итоге я одела курточку, капец жарко. А если её снять, то будет холодно в одной футболке. Короче, у нас вот такие вот проблемы. А ещё он хотел ребёнка одеть в этот конверт, в котором мы выписывались. Вот. Но нет, мы этого не сделали. Хорошо сегодня. Мы идём далеко. Серёжа даже не знает куда. Ребёточки, я тут стою на балконе, дышу свежим воздухом. Сёмка спит. Серёжа нам там играет на заднем плане. Ой, ой, блин. Короче, представляете, гуляем мы такие уже, идём как бы обратно в сторону дома. Но мы ушли так достаточно далеко, минут 40-50 идти домой обратно. И звонит мне врач. И такая говорит, здравствуйте, вы что, не дома? Я говорю, нет, мы гуляем. Она говорит, а вы долго ещё будете? Я говорю, ну да, где-то около часа точно. В итоге, оказывается, она стояла возле подъезда. Сказала, что не могла до меня замениться. Я такая говорю, ну, этого точно не могло быть, потому что у меня ни пропущенных, ничего нет. У меня телефон всё время стоит на звуке. И пропущенных у меня не было. Видимо, она решила не оповещать нас о том, что она придёт сегодня. Ну, короче, сказала, что завтра будем сидеть дома, будем её ждать. Я говорю, ну, сколько вы примерно придёте? Ну, я не могу это сказать. Ну, так вот. Короче, постояла она возле подъезда и уехала. Я такая, что-то у меня нос красный. Прикиньте, я что, загорела, что ли? У нас так шумно, потому что окно открыто. И опять я начала смотреть квартиры. Начала примерно думать, какую площадь нам нужно. Примерно, как мы будем жить там. С учетом того, что мы ещё планируем у детей. И на данный момент мы планируем покупать двухкомнатную квартиру. Когда мы её будем покупать, я вам не могу сказать точно. И вообще, ну, я так понимаю, то, что новые подписчики, и вас немного удивляет, то, что мы живём в такой маленькой квартире. Зато мы за неё никому ничего не платим. Она досталась Серёже. Родители ему купили её. Мои родители нам делали ремонт. Соответственно, деньги на ремонт зарабатывал Серёжа. Родители помогали, ну, как бы, своими силами, потому что у меня папа знает о ремонте. Вот. И живём мы обычно, как обычные люди, так же, как люди живут в своих, там, однокомнатных, двухкомнатных, трёхкомнатных квартирах. Просто у нас мало места. Да. Но жить можно, я не плачу, там, какому-то левому чуваку за то, чтобы жить, и в любой момент он может меня выгнать. И, естественно, покупать новую квартиру мы планируем. Почему мы не сделали сначала покупку квартиры, а потом уже завели ребёнка. Я думаю, то, что, если вы меня давно смотрите, вы уже знаете мою точку зрения. Я считаю, то, что ребёнок важнее, там, количество квадратов. Тем более, он пока что маленький, ему ничего особо не нужно. И у нас были проблемы с, ну, в общем, проблемы с беременностями. Я хочу сейчас об этом разговаривать, но, вот. Проблемы со здоровьем были, есть, возможно. Поэтому я считаю, то, что квартира будет. Сегодня, знаете, какая-то не очень разговорчивая, что-то мне ещё не так это... Как-то всё поднапрягает. А ещё больше меня напрягает это стекло, на которое я сейчас смотрю. Мне кажется, оно нафиг выпадет. Предлагали заклеить скотчем, да, я уже об этом думала, но, блин, ребят. Мне так страшно его задевать, то, что, мне кажется, если я сейчас начну клеить на него скотч, оно нафиг точно выпадет всё. Что такое красное там, блин, я не понимаю. Покачёнка спит, надо помыть посуду, но я вот опять залипаю на квартиры. И уже, знаете, так думаю о ремонте, как я буду всё снимать, как я буду всё делать. Блин, я вот люблю всё это вот ремонтное. Но единственное, я не люблю, что во время ремонта, так или иначе, немножечко появляются какие-то разногласия в семье, да. Когда мы делали ремонт вот в этой маленькой квартире, да, считайте, в одной комнате и в ванной. У нас там тоже было пару разногласий. Но в итоге мы с этим справились. Даже помогли, точнее, вместе с родителями клеили обои. И всё у нас хорошо. И я тут в ванной под ютубчик, быстренько, ну как быстренько, наверное, минут 40 прибиралась в ванной, пока Сёмка у меня всё ещё спит. В общем, прибралась немножечко. Конечно, батарея у нас завешена вся, бельё, мне кажется, сейчас, пока Сёмка маленькая, это будет бесконечная сушка и стирка вещей. Ну, в общем, почистила сантехнику, почистила раковину, помыла туалет, помыла ванную, немножечко разобрала шкафчик и убрала... Ой, господи, вещи, которые отправятся в переработку. В общем, вот что у меня уходит в переработку. Вот эти упаковки от прокладок перерабатываются. Кстати, девочки, я не знаю, они мне уже надоели. О, какая-то грязь. Они мне уже надоели, эти одноразовые прокладки, но, как бы, до сих пор и не пользуюсь после родов. Вот эта вот баночка от ватных палочек у меня. И вот здесь вот совочек, вот этот вот от порошка. Порошок, наконец-то, там, знаете, капелька оставалась. Я его пересыпала в маленький пакетик, разобрала коробку, тоже всё в переработку отправляется. Ну, здесь вот белья для душа и вот это от туалетной бумаги, эта штучка. Ну, вроде всё, пока у меня нечего больше убрать отсюда. Блин, у меня Сёма спит уже пять с половиной часов после улицы. Я не знаю, что мы будем делать ночью. Вообще, время уже полдевятого, как бы, и нужно ложиться спать. Ну, раз он спит, ладно. Я сейчас хочу закинуть эту... А, господи, стиральную машинку. Сёмины, штанишки сегодня, которые мы израсходовали, постираться. И на быструю стирку, кстати, ставлю. Там и с нашим бельём стираю. Короче, я ничего не делю. Потому что, знаете, если всё делить, и у меня так придётся всё стирать на руках, потому что пустую машинку ты не закинешь, да, с двумя детскими ползунками, поэтому я стираю с нашим. Вот, я, короче, вообще про что хотела сказать. Когда ребёнок спит, ты начинаешь переживать, блин, почему он так долго спит. Он там проголодал сейчас очень сильно. Кстати, я сцеживаюсь, когда он так долго спит, потому что это невозможно. И я понемногу сцеживаюсь и коплю молочко. На всякий случай у нас там есть в заморозке, так сказать. Не знаю, зачем вам эта информация, но просто поделюсь. А когда ребёнок не спит долго, ты такая, блин, ну когда же ты уже уснёшь? Ты же устал гулять. Короче, вот такие вот у меня проблемки в голове. Но зато, думаю, если он сейчас ещё полчасика поспит, получается, навряд ли он больше шести часов за раз поспит. Надеюсь, что проснётся, и мы ляжем. Допустим, в девять он проснётся, в десять мы ляжем. И, возможно, что утром мы поспим подольше. Хоть мы сегодня и встали полдесятого, все. Ну, съёмка проснулась в четыре, и я его забрала к нам, положила с собой. Не знаю, может, завтра подольше поспит. Интересно, что сделать так, чтобы... Точнее, как сделать так, чтобы он спал ночью, шесть часов не просыпаясь? Может быть, ходить перед сном на улицу, и потом его перекладывать в кроватку? Блин, ну, он что, будет спать в той одежде, в которой он ходил на улице? Хотя он, по идее, просто лежит в кроватке? Короче, не знаю. Ну, если бы он спал шесть часов ночью, это было бы идеально. А так он просыпается каждые два-три часа. Короче, ладно, загружу стиралку вот. И пойду дальше, разберу кровать, наверное. И лягу, сама полежу. Я не знаю, я одна такая странная или нет. Я просто сейчас такая стою, смотрю на нашу стиралку, у нас тут всякая ерунда стоит. Я такая думаю, блин, что меня всё бесит. Взяла, отодрала все наклейки. Короче, у меня сейчас тут просто чистые баночки теперь стоят. Мне так сразу, знаете, глазу это всё нравится, когда нет вот этих лишних этикеток. Вот, смотрите, я отодрала вот эти наклейки. Здесь убрала с жидкости лилинс дезодоранты. Вообще классно смотрится. И Серёжин Дезик даже тоже попался мне под руку. Теперь как-то это смотрится получше. Всё, всё, мы всем, говорит, спокойной ночи. Мы будем ложиться спать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...